Так, мы находимся около Бокчисарайского дворца. Здесь мы видим минареты. Минареты сложены тоже по интересной технологии. Без растворной кладки. Но если минареты можно видеть на множестве картинок, и, в принципе, минареты хорошо изучены, то включил я камеру для другого, чтобы показать вам водоотводной канал. С гор течет вода, и мимо дворца, чтобы ее отводить, вот сделан канал. Канал облицован плиткой, тоже по технологии, без растворной технологии. Но самое интересное находится вот здесь, вот эта вот стенка. То есть, одна стена гладкая, а вторая стена выложена плоскими камнями. В общем, камни однородные. Плитка. Можно сказать, что эта плитка, она широкая. И сделана ступеньками. И небольшой отрезок, именно напротив дворца. Больше такого оформления набережной стены нету нигде. Это вот одно место около дворца. Ничем иным, кроме как использования ИСВЧ-технологии для выпаривания воды, больше здесь ничего невозможно даже представить. Для чего подобным образом усиливали стену. Если внутри мы толщину не видим, то верхние слои мы видим, что это широкая пластина. Вот и мало кто снимает эту часть. Дворец снимают многие. Плачущий фонтан снимают многие. По минаретам Кушлев уже указывал, что это относится к технологическим изделиям. Вот, а про набережную никто не говорил. И вот, вернувшись еще в фоткале, решил заснять, выложить сеть. Может быть, что-то зрители смогут написать. Дальше зафиксирую, где мы находимся. Дальше зафиксирую, где мы находимся. Ну, стоп, снято. Продолжение следует...